Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и в этом видеоролике я хочу вам показать и рассказать подборку отличных ходовых и рабочих товаров с Алиэкспресс для домашнего мастера. У меня на столе собраны самые ходовые штуки, которые я покупал где-то и год назад, и полгода назад. Они отлично себя показали в работе, а так как у нас, друзья, буквально на днях глобальная, самая большая распродажа на Алиэкспресс, все эти товары можно купить буквально за копейки или с большими скидками. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Начать я хочу, друзья, с самого ходового, самого любимого и достойного, особенно при строительстве дома. Это угольник. В чем его преимущество, друзья? С таким угольником классно торцевать доску. То есть при строительстве дома, гаража, мастерской, бани, то есть беседки с таким угольником и циркулярной пилой можно торцевать доску прямо из штабеля. Я уже не первый год гоняю с этим угольником, показываю, рассказываю, всем рекомендую, потому что это реально удобней, это быстрее. Вы не тратите свои силы, не рвете свою спину, просто из штабеля чуть подвинули досочку, поставили угольничек и прошли дисковой пилой. Ссылки на все товары, друзья, я оставлю в описании. Всем рекомендую, реально, годно. Можете зайти ко мне на канал «Сделай сам», посмотреть, как мы строили разные домики, и вы точно увидите такой угольник. Он уже давно и отлично выполняет свои задачи. Плотная сталь, можно хоть прям гвозди забивать. А мы едем дальше. Если вы отделываете дом, говорю за себя, что я хапнул. Я укладывал ламинат. Укладывал ламинат на всем втором этаже своими руками. Ушло у меня где-то примерно дня 4, не спеша. То есть аккуратно, потихонечку, чтобы все было красиво. Первый же день я стер свои колени в хлам. Просто в хлам. Были запеканки, болели. Даже не волос, чуть ли даже и не кожи. Второй день я уже там на боку как-то делал. Но на третий день я купил себе вот такие наколенники. Поэтому, друзья, если будете укладывать ламинат, будете укладывать плитку. То есть любая работа на коленках. Всем рекомендую один раз купить вот такие дешманские наколенники с Алиэкспресс. И любая работа будет просто офигенна. Наколенники на липучке стоят копейки. Сохраняют, скажем, в хорошем состоянии ваши колени на все 100%. Поэтому берите мои ошибки себе на вооружение. И не повторяйте их. Едем дальше. У меня тут товары разные. Есть и интересные, есть и прикольные, но функциональные. Самый, скажем, простой из этих товаров это вот такая интересная ручка. Это, с одной стороны, обычная автоматическая ручка. Но также на ее стороне есть такая полоса. По сути, это вот такой пластмассовый штангенциркуль. То есть ты всегда можешь смело замерить сверло, можешь замерить дюбель. То есть и так же, как ручку, хранить у себя в кармане. И просто ходить там по рабочей зоне. То есть где-то что хочешь делать. То есть тебе надо замерить диаметр трубки. То есть или даже в магазине. Это офигенно удобно. То есть там выбираешь какие-то саморезы. Они не подписаны какой диаметр. А тебе нужен точный. Ты раз быстренько посмотрел. Ага, 4,5. Все, пойдет. То же самое какие-то дюбеля. Ты замерил. Так, шестерка. Ага, надо записать. Надо там 20 штук. Прикольный товар. Стоит меньше 100 рублей. Но радует глаз. У меня таких 5 штук. Подарил друзьям. Кайфуют, ржут и пользуются на ура. Тоже смело рекомендую. Занимаюсь немножко столяркой. Делая либо мебель своими руками. Те же самые. Собирая домики на колодец. Кстати, в канале Сделай Сам у меня должен выйти видеоролик. Как можно зарабатывать в гараже. То есть я немножко лезу в тему бизнес в гараже. И рассказываю, как можно зарабатывать на производстве домиков для колодец. Поэтому в своей мастерской изначально я изготовил самопальную приспособу, которая позволяет закреплять доску на косой шуруп. Самопальная работает, но хочется немножко аккуратности и правильного, прям точного направления самореза. Поэтому, друзья, пока скидки, я всем рекомендую купить себе вот такой простой наборчик для крепления доски на косой шуруп. Есть сама основная насадочка, есть также специальное сверло. Также в коробочке имеется куча, друзья, куча насадок под каждый диаметр. Восьмерка, шестерка, четверка. Поэтому, друзья, также в комплекте три сверла и три стопорных кольца под все эти три ходовых диаметра. Набор можно разбивать как вам удобно. То есть изначально я сначала вообще думал купить только саму площадку и направляющие сверло. Но так как, тем более сейчас акции, друзья, один раз купите и пользуйтесь, и кайфуйте. Это реально удобно. Крепеж намного надежней. Тем более с приспособой уже заводской. У тебя засверливание идет намного ровнее. Можно сделать, конечно, и самопальную. Функционал будет тот же самый, но немножко будет неаккуратно. А так, друзья, кто занимается профессионально столяркой, конечно, вы можете купить систему Крек. Но, блин, она стоит там 4-5 тысячи рублей. Для любителя купите с Алиэкспресс меньше тысячи рублей и пользуйтесь, и наслаждайтесь. Так, друзья, немножко захвачу сверла. Я как из года в год. У меня сверло уже живет два или три года, я уже забыл. Ступенчатое сверло с Алиэкспресс. Да, сверлю не каждый день, но она свой функционал выполняет на все 100. Смело рекомендую. Ссылка будет также в описании. Также, друзья, я уже года два назад покупал вот такие винтовые сверла для дерева. То есть наборчик был из трех штук. Сейчас уже, возможно, есть и больше. Можно добавлять по каждой позиции отдельно. Я купил наборчик. Офигенно быстро проходит дерево. То есть делая какую-то электрику, кабеля, пролезать через стойки. Можно, да, обычным сверлом, перейвым сверлом. Но тут у нас хвостовик под шестигранник. Просто вставляем его в винтоверт. И на полном ходу проходим стойки за секунды. Сверла стоят недорого. Применяю их не так часто. Но когда они нужны, я их всегда достаю. У меня уже и краска тут слезла. Но они выполняют работу намного быстрее, чем обычные сверла. Поэтому берите на вооружение. Дальше, друзья, хочу вам показать интересную линеечку. Которая стоит тоже недорого. Можно сделать самопальную. У меня есть видеоролик, как я делаю это своими руками. С одной стороны, ничего сложного нет. Но если вы не хотите тратить время, купите заводскую. Это у нас линеечка с упором. Также имеет капсулу для уровня. И ее основная фишка в том, что можно откручивать барашек и перемещать по своей, скажем, направляющей на любое расстояние. Линейка у меня 30 сантиметров, 300 миллиметров. То есть, надо вам сделать разметки под сверление, допустим, 20 миллиметров от края. Вы выставили, зажали барашек. И вы точно расположите ее на своей детали. С одной стороны и с другой. И у вас будет точное перекрестие. Линейка недорогая. В разметке очень вручает. Нужно вам сделать ровный торец под разметку. То есть, также мы выставили подальше. К досочке приложили. Сделаю линию. И спокойно отпилили. Всем рекомендую. В работе очень вручает. Продолжая говорить о разных углах и линейках. Первая штука, скажем так, она подойдет не каждому. А вот вторая, я уверен, точно понравится. Первая штука, это цифровой угломер. Будем называть его так. Включаем. Он отлично вручает. Если нам надо выставить, допустим, диск на определенный угол. Допустим, у нас есть торцевая пила. У нас тут есть магнитное основание. Мы цепляем ее на диск. И выставляем торцовочную пилу. Наклоняем диск. Допустим, там на 37 градусов. У нас, допустим, есть там стандартная шкала. То есть, там 30, 35, 40. А вот 37. И нам надо точно, чтобы там для какой-то мебели. То вот такой цифровой помощник отлично вам будет помогать. Далее, если мы цифрового помощника скажем, он немножко будет только полезен для торцовочной пилы, для циркулярного стола, то вот такая линейка угломер с двумя капсулами вам точно подойдет. Во-первых, вы можете определить практически любой угол наклона, будь это кровля, будь это доска, лавочка, поручень какой-то. Вы можете выставить и запомнить, затянуть барашек, запомнить любой угол. Также шкала у нас электронная. То есть, можно посмотреть, какой уровень градуса. То есть, мы вот так его в ноль обнуляем и просто линеечку поднимаем. На мониторчике мы увидим тот градус, который нам нужно. Вплоть до сотых единиц. То есть, мы можем выставить, затянуть барашек и запомнить этот угол. Допустим, там надо будет 57 градусов. То есть, затянули и мы можем спокойно чертить на доске, на фанере тот угол, который нам нужен. Также, если мы, допустим, укладываем ламинат, делаем вагонку на стену, нам нужно сделать запил под определенный порог. Мы также можем один раз выставить с помощью этого приспособы угол наклона, зажать барашек и уже дальше на каждую доску, ламинат, переносить размеры, отпиливать и сразу попадать в угол. Плюс, бонусом есть две капсулы. Как маленький уровень проверить вертикаль, горизонталь. Электронный циферблат тоже в этом выручает. Берите на вооружение, штука ходовая. Офигенно выручает при строительстве дома. Даже просто занимаясь своими работами в мастерской, всем рекомендую. Вот честно, от производителя не хватает сюда буквально пару неодимовых магнитов. Думаю, вклею их сам и можно будет даже работать на металле. Поэтому берите как и лайфхак и саму фишку на вооружение. Далее, друзья, если вы будете строить дом, домик, гараж, мастерскую и будете заниматься электрикой, либо сами, либо мелкой электрикой, либо каким-то ремонтом, я вам смело рекомендую закупиться вот такими товарами. Это у нас стрипер и обжимник. Все это, друзья, в одном комплекте и бонусом идет вот такой наборчик разных насадок для обжима проводов. Почему я говорю закупиться? Закупиться один раз, во-первых, сейчас акция, зачищать провода намного удобней. Хватит их там чистить с помощью зажигалки, обжигать себе пальцы или канцелярским ножом и резать пальцы. Купите один раз, тем более сейчас по акции вот такие две штуки. Будете делать какую-то мелкую электрику, проводить какой-то кабель для себя, для знакомых, или вы на этом зарабатываете. Да, можно купить какой-нибудь фирменный блатной за 10 тысяч, потом его долго окупать. Но для старта, для начала, для домашнего мастера я смело могу рекомендовать вот такой наборчик. Меня он классно выручает, я им пользуюсь. Делал электрику в курятнике. Быстренько, раз, два, три, зачистил провод, надел насадочку, обжал, все, вставил там вагу или соединил, спаял. То есть функционал очень велик. Поэтому смело рекомендую. Далее, друзья, возвращаемся к постройке дома. Если вы будете строить какие-либо конструкции и при этом накрывать кровлю металлом, профлистом или металлочерепицей, то на Алике можно найти вот такую механическую резку металла. Назовем ее так. Смысл в чем? Вставляем ее в шуруповерт, зажимаем патрон. Ручка у нас вращается в любое положение, как удобней. И при нажатии шуруповерта у нас происходит резка металла. Штука реально годная. Я уже опробовал. Всем рекомендую. Мы тут как-то на днях делали вальмовую кровлю. Там, конечно, был инструмент электрические ножницы. То есть это стоит намного все дороже. А вот для таких, скажем, мелких, не ходовых, не частых работ, для домашнего хозяйства, для друзей, для знакомых, вот такая штучка выручает очень хорошо. То есть не надо уже резать болгаркой или потеть там ножницами по металлу. Поставил в шурик, она занимает мало места и быстренько делаешь рез. Ну и напоследок, друзья, немножко, скажем, юмора, ну и тоже полезное приспособление. Мы имеем вот такую пластиковую штуку, что-то похожее на очки. Я увидел это у одного отделочника, поржал и понял, что это прикольно. И у меня тоже эта штука есть. Сейчас объясню, для чего она. Если мы, опять же, для строительства, для отделки дома работаем валиком, будь это наносим грунт, будь это наносим какую-нибудь краску, красим стены. Может мы обрабатываем антисептиком доску. Далее, чтобы вручную этот валик не отжимать, у нас он находится там в жидкости, окунули в воду, да. У нас есть вот такое кольцо, которое мы спокойно одеваем на валик, промываем его в ведре, а далее мы просто с помощью этого кольца его отжимаем. То есть не надо уже двумя руками выжимать, вытряхивать его, просто сразу заранее надели колечко, окунули в ведерко и вот так спокойно его хорошенько отжали. И все, валик можно отправлять на сушку. Так что, друзья, вот такие сегодня были интересные товары. Я всеми ими пользуюсь. Все товары годные, работают и проверены временем. На все товары, друзья, оставлю ссылки в описании. Пока большая распродажа, я чисто от себя всем рекомендую. Зайдите, посмотрите. Даже, возможно, не только эти товары, а те, которые хотели вы купить, может, месяц назад, неделю назад или что-то вам требуется в мастерской или гараже. Пока идет большая распродажа, надо все это закидывать в корзину и буквально в 2, в 3, в 4 раза, а может и в 5 раз дешевле закупаться. И двигаться вперед. И выполнять поставленные задачи. А тем более, с удобным инструментом, все это делается намного быстрее. Поставьте лайк, напишите коммент и обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Сергей. Хорошего настроения. Затариваемся на Алиэкспресс, пока идут скидки и кайфуем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok